Татуировка появилась благодаря Земфире. Мы встречаемся там с ребятами, и у него татуировка нацистские символы. Смотрит каждое утро на руку свою, а там написано «Вставай, не хрен лежать». Я делал фамильный герб женщине криминального грузинского авторитета. Приходится вам как бы ныкаться по норам, передвигаться ночью. Потому что это очень больно. Друзья, у нас сегодня такой экспериментальный выпуск. Мы раньше подобного не снимали. Сегодня решили поговорить о том, как татуировки влияют, мешают или помогают на бизнес-предпринимателей. Выпуск получился таким эмоциональным. И если он вам понравится, обязательно поставьте лайк. И после просмотра напишите в комментариях все, что думаете по этому поводу. Это Франч ТВ. Подписывайтесь и давайте смотреть свежий выпуск. Первый банальный вопрос, когда первая татуха появилась. И где? Лет, наверное, в 13 или в 14. Я был школьником. Мне я ужасно хотел ее. И я даже у мамы спросил разрешение. А я говорю, мам, хочу татуировку. Говорит, а ты что? Очень была долгая беседа на эту тему. И договорились так, чтобы ее не было видно. И она должна была быть на ноге. И первая татуировка на шее. Вот этот вот треугольник масонский. Это было ужасно больно. Я грыз книжку. Пока мне ее делали. Татуировку. Что за книжка была? Наверное, третья, ту, которую я прочитал. Ну, нормально прочитать. Да. 13 лет третья книжка. Круто. Это были ошибки. Это я был школьником. Было лет 16. До сих пор у меня здесь Coca-Cola написано. Она очень крутая. Но проблема в том, что очень неопытный был татуировщик. И все было плохо. Зато, когда я познакомился с директором завода Coca-Cola, она очень радовалась. Фотографировала. Ну, знаешь, есть лица бренда. Можно стать рукой бренда. Я не пью Coca-Cola просто. С тех пор, да? Как-то, да, сложилось только. У меня забивается много банкиров, допустим, или есть... Там были люди из администрации президента, из американского посольства, около 6 человек. Они в основном делают татуировки на каких-то невидных местах. Вот у меня там есть мой хороший друг в процессе. Он встал. Там мужчина, ему 40 лет уже. И он там очень-очень-очень-очень крутой стоматолог. И он ко мне пришел и говорит, я хочу татуировки, типа, но вот только до локтей, потому что у меня очень серьезные клиенты, там, депутаты, все такое. Сейчас этот парень, у него одна рука, типа, забита вот досюда, вот уже даже нижние фаланги пальцев. Вторая рука, мы дошли досюда, пол спины, нога уже почти одна сделана. Я говорю, и что? Он говорит, ну, нормально. У меня, наоборот, даже все клиенты как-то радуются, когда меня видят. То есть у нас это потихоньку отходит, но чтобы, типа, быть на приеме в Газпроме с забитыми пальцами, наверное, должно пройти еще лет 30, как минимум. Первую татуировку сделала там достаточно в молодом возрасте, лет там 18-19. На какой-то период времени она была актуальна. Ну, вообще, если бы сейчас была возможность, я бы ее свела, несмотря на то, что я сама в такой среде нахожусь. В общем-то, для меня это никак не зазорно. Свела бы я ее именно по той причине, что она находится у меня на достаточно видимом месте. То есть это не плечо, это на ноге у меня находится. У меня бывают такие мероприятия, где мне необходимо, там, одеться элегантно. И эта татуировка видна. То есть если я надеваю туфли, она видна. Я не могу сказать, что я себя чувствую там некомфортно, но я понимаю, что, возможно, было бы лучше, если бы этого не было видно. Татуировка – это все равно взвешенное действие. Не связано с предпринимательством, но оно было очень взвешенное, как и должны быть решения у предпринимателей. То есть не по пьяни. Не по пьяни и не в молодом возрасте. Если говорить, в принципе, о татуировке в бизнесе, то есть такая история про один ресторан, The Burger, где развивали friendly service, и там была очень классная команда официантов. Ну и, в общем, мы познакомились с парнем, которого уволили оттуда, и он показал нам, что у него надо съелся на Beat the Burger. И вот мы тогда вот так просто вдвоем замерзли, майком были вместе. Ну, то есть это был реальный шок. Это как раз пример того, как человек невзвешенно отнесся к татуировке. Да, он проникся этой идеей, и у меня было много проектов. Если бы каждым, которым я проникся, я бы делал татуировку, то у меня, во-первых, бы не было места, и, во-вторых, на мне бы до сих пор было клеймо там, люкс-оптика, там, теленеделя, спортивные издали, команда, команда плюс. Это все могло быть на моем теле. Когда ты делаешь татуировку, ты должен понимать, что это на всю жизнь. У тебя есть татуировка с названием твоего кафе «Кофе и вино». Ты ее сделал по каким причинам, и как она вообще на что-то повлияла именно в бизнесе? Ну, в общем, история такая, что татуировка появилась благодаря Земфире, вообще, из-за далека заходить. Да, у нее есть такая песня «Кофе и вино». Как повлияла на бизнес, да, татуировка? Да, да. После того, как я ее набил, появился бар, благодаря, мне кажется, татуировке. Я был просто на очень многих концертах, больше 50 концертах, и я за ней езжу. В Грузии я дал ей флаг Украины. Ну, был даже скандал когда-то. У меня еще с Земфирой связана, короче, очень какая-то такая моя жизнь странная. У меня есть еще очень жесткий портак. Это моя одна из любимых историй. У меня есть здесь на ноге самолет нарисован, и написано «Земфира». И татуировщик написал неправильно «Земфира». Он написал «Земфира». Не «Земфира», а «Земфира». Что касается людей, которые свой бизнес каким-то образом хотят рекламировать, я не думаю, что это конкретно какой-то логотип компании, хотя я не исключаю даже такое. Например, если он повар, он очень запросто себе будет делать татуировку ножей или что-то такое. Если он парикмахер, он придет и захочет сделать себе ножницы. То есть вы считаете плохой идеей набивать именно логотип? Логотип? Ну, я считаю, это плохой идеей, да, потому что это может поменяться временем. Тут не каждый решится логотип компании на машину повесить, не говоря уже о том, чтобы набить на тело. Да тухи для тебя что-то значит? То есть это какой-то там скрытый смысл или просто от фонаря все попьяни? Ну, процентов 50 от фонаря попьяни. Постой части. Процентов 50. Я уверен, что большинство людей так делают. Я тоже так уверен. И они врут, если это не так. Ну, да. Ну, часто сейчас используют надписи, а это чаще всего какие-то афоризмы, какие-то жизненные позиции. Ну, вот часто такое сейчас бывает, да. Он себе делает какую-то надпись символическую, там, какую-то такую задорную. Он смотрит каждое утро на руку свою, а там написано «Вставай, не хрен лежать». Ну, что-нибудь в таком. Берись и делай. Бить логотипы неправильно, потому что сегодня компания лояльна к тебе, сегодня она тебе приносит деньги, сегодня ты счастливый, потому что ты реализовываешься в этом проекте. Завтра этот проект заканчивается. Я там был впечатлен проектом «Гастронавты», я хотел там набить себе хэштег «Гастронавты», потому что мне это нравилось. Это моя фишка, это мой творческий такой опыт классный. Но я не стал этого делать, потому что сколько еще может быть у меня этих творческих опытов, проектов, просто мне не хватит места. Набивать логотип бизнеса своего или там, где ты работаешь, это сродни того, чтобы набивать имя своей жены или девушки. Все это рано или поздно превратится в список. А иметь список на своем теле, это не совсем правильно. Так, это моя одна из первых женщин, которая появилась на руке. Это девушка-боксер. На самом деле, это оригинальная фотография, это советская женщина-боксер, девушка. Что у нее с коленками? Разбиты коленки, красные носки и красные щеки. Я только что придумал, что если я когда-нибудь буду выпускать собственное вино, то, возможно, это будет логотип на этикетке. Вот это или вот это. Это может быть Каберне Савиньон, например. Такое. Сложный вкус. Здесь что-то полегче. Савиньон просто. У меня есть значок, логотип моей студии, как бы все остальное ничего для меня не значит. Каждый человек вкладывает в татуировки настолько разную информацию, что я там за свои 5 лет работы, то есть как бы у меня был парень, что там говорит, «Хочу себе тигра, потому что я там супер боец, типа агрессивный». А второй хочет тигра, потому что он там супермудрый мужчина. А третий хочет тигра, потому что он там тигр, короче. А четвертый хочет тигра, потому что он там в год тигра родился. А пятый потому что он опасный. И вот эти тигры, они все разные тигры, точно так же и львы, какие-то скелеты и так далее и тому подобное. То есть все люди абсолютно, это может быть одна и та же картинка, мне могут даже люди прийти с одной и той же картинкой, но они будут в эту картинку разный смысл вкладывать. Я делал фамильный герб женщине криминального грузинского авторитета, чтобы, как он сказал, люди в криминальных кругах знали, кому она принадлежит. Когда-то тебе татуировки мешали в бизнесе? На переговорах, на приобщении с людьми? Расскажи эти истории. Не раз. Расскажи. Мы пришли договор аренды подписывать. А там женщины такие старые... Просто старые женщины. Старые, старые, пол-тираты. И они очень испугались, подумали, что это рейдер с бандитами. Да, блядь, я в подобные ситуации не окунаюсь, входит мой партнер. Всегда, когда я прихожу на встречу, все думают, что я просто какой-то молодой человек пришел. Не к ним, курьер. Да, да, когда я говорю, что здравствуйте, это я, они, ну, некоторые очень сильно удивляются, думают, что мне очень мало лет, что я очень странно выгляжу. Вот, но во время общения они понимают, что, типа, все нормально. Ну, не было такого, что из-за внешнего вида с тобой отказывались сотрудничать? Нет. Ну, еще когда барное дело, это не такое уж прям... Я не юрист. Наверное, может, я был юристом, а не такие, типа, стрёмный чувак. Проблем с этим у меня никогда не было. Вообще ни разу, да? Ну, мы с ними подписываем контракт, и что им выделываться? Ну, хорошо. А если бы ты знал, что, ну, вот, станешь предпринимателем, бил бы татушки? Да, но я когда-то себе понял, что, наверное, если бы я хотел бы быть, например, мэром Киева или депутатом, то уже вряд ли бы меня выбрали. Кто знает. Знали ли мы, что у нас будет мэр-боксер? Ну, да, на самом-то деле. Ну, у меня такая очень татуировка, в принципе... Говорящая, да? Говорящая, да. Почему я ее сделал, в двух словах, да? Возможно, потому что ты еврей. Да. Как бы, да, дело не в том, что я еврей. У меня еврейское самосознание было с детства. Ну, евреям вообще нельзя бить татуировки. Это написано прямо из заповедь, что не надо рисунки делать на своем теле. Но недавно моему папе было 60 лет, и я раскапывал его историю, его семьи, чтобы сделать ему подарок. И наткнулся в такую вещь, что в 1939 году, там буквально за несколько, некоторое время до того, как вошли немцы в Польшу, мой дедушка со своей мамой эмигрировал в Ярославль. И главный момент, что моя фамилия, которую я ношу вверх, она очень редкая, и я знаю всех абсолютно людей, это все мои родственники, которые носят эту фамилию, да? И все это благодаря тому, что в свое время мой дед уехал в другой город, и ему не пришлось одеть эта нашивка, которая была в гетто, и это очень важный момент для меня. В принципе, он всегда шел через мою жизнь, холокост, и все эти вещи нас воспитывали, чтобы мы помнили об этом, не забывали. Когда я узнал, что вот так получилось чудом, то я решил вернуть свой кармический долг и одеть эту на себя нашивку тоже, которую должен был надеть мой дедушка, чтобы таким образом поддержать всех тех фамилий, которых сейчас нет. Ну, то есть, это та вещь, которая со мной, это для меня важно навсегда. Но были такие ситуации, когда мы встречаемся там с ребятами, и у него татуировка нацистские символы, да, определенные. А у меня татуировка, которая как бы наоборот говорит. Конфликта какого-то не было, но чувство такое, что нам не по пути, это присутствие, что я не хотел бы с человеком там иметь дел, который считает, что нацизм там это хорошо. У нас еще нет такого, чтобы можно было себя чувствовать прям свободно-свободно, да? Как я, иду себе в фемней, никто не трогает, мне классно, я не вызываю подозрений. Да, особая... Особая каста, да? А вы, забитые ребята, приходится вам как бы ныкаться по норам, да? Передвигаться ночью. У меня есть вопрос, не столько связан, почему у него розовая футболка, а с тем, как вы относитесь и как работать с мужчиной-предпринимателями, которые сильно забиты. Мне кажется, это огромный плюс. И этот как раз, ну, задача имиджа, это от личности человека оттолкнуться. Это не на чистом листе нарисовать какой-то стиль, это как раз наоборот найти личную особенность и ее подчеркнуть. Мне кажется, здесь тоже все сделано очень правильно. Но вы часто работаете именно с людьми, у которых очень много татуировок? Очень много татуировок не часто встречается, но сейчас люди вообще очень часто с татуировками. То есть сейчас больше людей. За последние 5 лет количество увеличилось. Даже очень там строгие люди, которые сдержанные, по ним никогда не скажешь и ходят в костюмах, все равно под этим костюмом есть шанс, что есть татуировки. Это является иногда просто причиной, почему мы выбираем какие-то модели одежды, например, чтобы для какой-то задачи скрыть эти татуировки. Как раз в этом и суть создания такого капсульного гардероба, чтобы под одну задачу можно было использовать эту особенность, под какую-то другую задачу целевую в жизни, наоборот, что-то скрыть. Когда приходят делать татуировки люди такие вот публичные, мы рекомендуем все-таки делать татуировки на тех местах, которые можно закрыть. Вот кто-то хочет сделать себе, допустим, из мужчин внизу, где-то вот тут на запястье, то мы рекомендуем все-таки сделать немножечко выше, так, чтобы можно было рубашкой закрыть. Если только не стоит цель, действительно ее открыть и показать всему миру, потому что у некоторых есть такой посыл. Я хочу, чтобы это увидели все, и чтобы именно благодаря этой татуировке меня определяли. У меня татуировка есть на спине, она полностью у меня закрывает спину, но этим я часто пользуюсь как преимуществом. То есть, если надо, я одеваю платье, мне не видно, но если мне надо кого-то удивить, там, шокировать, я иду в какое-то такое место, я одеваю платье с открытой спиной, где видна эта татуировка. То есть, это как раз такое место, которое можно и закрыть, и открыть при необходимости. Не, возможно, если какая-то прям серьезная встреча, вот там мы едем в бизнес-центр и подписывать договор, например, да, там серьезные какие-то дяди-тети, я одену просто рубашку с длинным рукавом, все, ну, просто чтобы совсем там не одеваться как-то, там, рваные джинсы я вряд ли одену, ну, как-то просто вот плюс-минус цивильно. Сегодня у меня будут встречи с новыми поставщиками, с женщиной, мы общались только по телефону, я уверен, что она приедет, она будет удивлена просто. Ну, я же не скажу по телефону, там, у меня туннели, я в татуировках. Можно свою фотку высылать. Были случаи такие, когда именно наемным сотрудникам не рекомендовали делать тату, ну, вот как пример, допустим, я приведу девочку, которая приходила к нам удалять татуировку, потому что она хотела устроиться на работу на круизном лайнере. Это VIP-клиенты, какая-то публика серьезная, ну, и есть определенные довольно строгие там нормы, правила. Это было одним из условий вообще принятия ее на работу, убрать татуировку, потому что она была на видном месте, она была на руке. То есть, если бы она, это была надпись, если бы она была где-то под одеждой, я думаю, никаких бы вопросов не стояло. Ну, в принципе, понятно, что татуировки, которые именно видимые на лице, там, где-нибудь на шее, еще где-то, да, они могут кого-то смущать. Было такое, что когда-то думал, а если бы у меня вот не было, например, татуировок или туннелей, или пирсинга в носу, что-то бы случилось по-другому? Ну, возможно, я бы легче проходил границы в аэропортах. Да, меня очень часто дополнительно проверяют, потому что думают, что я какой-то ненадежный. Но особенно это, если израиль брать, то там совсем меня два часа держали и проверяли очень жестко. А ты не знаешь, как много террористов в мире с туннелями и с татуировками? Я думаю, они думают, что, я не знаю, что я могу быть выпивший, что у меня наркотики во мне, с собой, ну, в общем, какие-то такие стереотипы. Когда ты выступаешь, и у тебя все тело в татушках, это как-то вносит дополнительные ограничения или, наоборот, возможность для ораторства? Может быть, сталкивался, может быть, были какие-то примеры. Да, конечно, сталкивался, да. Я отношусь спокойно, если это выбор человека, да пусть закатывает рукава, пусть в футболке выступает, да мне все равно. Если он органично это несет в мир, пусть он этот месседж несет, это не нужно скрывать, да. Если публика, скажем, забитая, только другое значение слова, в шорох и в восприятии, ой, он в тату, это что-то запрещенное и нельзя на это смотреть, тогда это плохо, если это мешает восприятию публики. Опять же, нужно понимать, какая ЦА в зале. Если это open mind, и они спокойно относятся к этому, почему нет, это нужно демонстрировать. Моя концепция, татуировка не должна быть кричать. То есть, татуировку делаешь ты больше для себя, а не для кого-то. Если концепция так совпадает наша, то она не должна находиться на самом видном месте. И это позволяет, если какая-то там критическая ситуация в бизнесе, где ее не желательно, чтобы она была видна, например, там пришел ключевой инвестор, сказал, вот не хотел бы иметь дело с евреями, то я могу так сделать. Ну, хорошо, в этом я вас поддерживаю. Она не должна кричать, она должна заигрывать с собой. То есть, большинство людей видят, что она есть, но я ее не афиширую. Это сделано не для того, чтобы люди ее видели, это сделано для меня, чтобы я помнил, чтобы я, ну, то, что было важно для меня. Да, пальцы у меня тут отдельная история. Тут банан. Это очень похоже, знаешь, на игральный автомат, где нужно выиграть, можно выиграть приз. Приз – это один статуировка, когда я плакал, потому что это очень больно. Она у меня поплывшая. Да, да, это очень неприятно. Я даже отказался до конца делать коррекцию, потому что, ну, это невыносимый. В принципе, сейчас технологии позволяют убрать татуировку. Я не могу сказать, что в 100% случаев, но процент большой, высокий процент ее убрать в ноль. Ну, у меня рекомендация всегда только одна. Если вы хотите или вы сомневаетесь, необходимо делать татуировку у профессионала, тогда ее гораздо легче свести, потому что если татуировка выполнена непрофессионалом, то есть она чаще всего выполнена некачественно, глубоко, ну, там, может быть, использованы пигменты не совсем такие, которые легко свести. Я бы не сказала, что это сильно дорогое удовольствие, но оно достаточно длительное. Татуировку сводят на протяжении иногда года, иногда там даже и больше. Это не то же самое, что набить татуировку, когда вам понадобится для этого несколько часов. И плохо сводятся цветные татуировки. То есть если вы сомневаетесь, все-таки лучше делать ее черно-белой. Ну, я и так снял очень много пирсинга с лица после школы, хотя я себе говорил, что никогда этого не сделаю. Все можно сделать. Да, я думал о туннелях, я их могу снять, мне их зашьют, потом просто лазером зашлифуют, у меня будут обычные мочки. То есть это делается буквально за неделю. Вот через неделю я могу быть просто человеком с обычными ушами. Если это мне прям нужно будет. Но я пока вообще, ну, не было такой ситуации, что мне нужно убрать туннели. Я когда сделал татуировку, первое, это еще было совсем мало у кого. Туннели я вообще молчу. Мне кажется, я в Киеве был третий человек с туннелями в то время. Сейчас вот сегодня я ехал в метро, очень много людей с туннелями, розовые волосы, дреды, какие-то, ну, супернеформалы. Вот раньше были, типа, крутые цветные татуировки, сейчас ЧБшку все бьют. Все меняется, все отходит. Много сейчас людей считают, что если у них нет татуировок, у них чистое тело, ну, типа, классно, очень модно. Все проходит. Мне кажется, это тоже такая вот дань моде, возможно. Субтитры сделал DimaTorzok